Это, кстати, очень частый вопрос. Часто женщина задает этот вопрос. Но так как данный мужчина православный, и он ходит в церковь, и, я так полагаю, верующий в православие, то, конечно, мое личное мнение, оно может быть очень субъективным. Я не рекомендую ругаться с мужем из-за веры. Потому что, когда человек только-только уверовал, ну, я так полагаю, женщина только на стадии своего уверования, в Слове Божьем сказано, что человек, который, женщина, которая верует в Бога, она может приобрести мужчину своими поступками. Поступки говорят громче наших слов. И сказано в Слове Божьем, что жизнью жен своих любой мужчина без слов приобретаем будет. А мы часто хотим словами, убеждениями, истериками убеждать своих мужчин, что нам нужен Бог, мне нужна церковь, я не хочу ходить в православную, я хочу ходить в протестантскую, или я хочу ходить к католикам, баптистам, неважно куда. Я считаю, самое важное – это показать своему мужчине, что эта вера на тебя слишком хорошо влияет. Вот я знаю женщин, которые приходили к нам в церковь и до сих пор посещают ее, и они приобрели своих мужей, неверующих, которые полностью отрицали всю веру, а особенно протестантскую, потому что все, что не православное, она же, как правило, секта. Мы же клише вот так наставили и вот так считаем, да? И эти женщины спрашивали у меня этот вопрос, что делать, что делать? И когда они начали поступками показывать, что они изменились, они поменялись, становятся лучше, добрее. Вот что дает вера? Она дает доброту, она обуздывает уста, она рождает в женщине добродетель, желание помогать, желание созидать, а не разрушать. Женщина становится более мудрее, она становится какой-то степенной, неистеричной. Она, конечно же, обычная женщина, но в ней видны перемены. И когда мужчина так смотрит на свою женщину, говорит, слушай, ну-ка сходи, сходи в свою церковь, ты оттуда приходишь лучше. То есть, а иногда мужчины смотрят на таких верующих женщин и говорят, лучше бы ты была бы, как прежде. Ты была проще, с тобой было проще договориться, теперь у тебя везде Бог, везде бесы, везде проклятия, это не ешь, это не пей, тут не стой, здесь ты неправильно сказал. Естественно, мужики смотрят на такую женщину, а еще женщины любят манипулировать, я в пост пошла, секса не будет, и пошло-поехало. И он говорит, да зачем мне такая вера нужна в 100 лет? Будь обычной женщиной, какой была. И вот это, конечно, катастрофа. И поэтому истинная вера все-таки, она проявляется в переменах. Когда человек настолько ярко меняется, и тогда близкий смотрит на тебя, и получается, он читает проповедь Евангелия. Бог явился во плоти. Это чудо. Только Бог мог изменить мою жену. Субтитры сделал DimaTorzok